Ну что ж, доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами находимся на 18 сезоне про серии Starladder, где у нас встречаются такие коллективы, как ProDotaGaming за Radiant и на ЛоджиГейминг будут играть за Dire. Для вас у микрофонов работают VPShadow и A-Retail, и какое у тебя мнение на присутствие Инверспирита в игре? Давно его не было, на самом деле, и я по нему соскучилась, вот что я могу сказать. Мне очень нравится то, что команда не играет по той же стратегии, которую они избрали в прошлый раз, то есть они в этот раз хотят сделать что-то кардинально другое, видишь? Мне это очень импонирует. Ну это всегда очень приятно наблюдать, когда коллективы не повторяются и пытаются удивить оппонента своего чем-то новеньким и чем-то кардинально другим. Такие, ну скажем, повороты достаточно сложно предугадать в большинстве случаев. Ну и, кстати говоря, Варлок в связке с Инверспиритом. Мне что-то кажется, что Варлок тут несколько под другого персонажа должен будет заходить. Ну мы посмотрим, всего лишь два героя, но мне кажется, это Инверспирит, который отправится в мид в любом случае. И Варлок как саппорт, и я так думаю, что все-таки пятой позиции. Ну и посмотрим, как это будет выглядеть. Никс Азасина в этот раз продота забрала себе. В прошлый раз он был на стороне нового гейминга. Ну и Вивер уже сидит в банах, то есть уже как-то все выглядит иначе. Все в других красках. И котел тоже отправился в ванн, видимо, то что он уже обожлись и больше не хотят. Возможно, они опять хотят взять Тимберсоу и помнят то, что герой этот против Тимбера плохо смотрелся. Ну на самом деле котел заходит против огромного количества персонажей. Опять же, если максить монолик, то любой персонаж страдать будет, абсолютно любой. Кроме вот, наверное, лайфстилера Джигернаута. Ну в общем персонажей, которые вешают на себя сами магическую неуязвимость. Ну и, кстати говоря, еще продота забрала себе Рубика, и у него уже есть отличная способность, ну и вообще отличная возможность своровать Голема, что может очень сильно решить исход битвы. Да, с учетом того, что обычно другие сплы, они кидаются как-то заранее в битве, то есть связка сначала, потом Голем, поэтому получается крайне неприятно здесь для Варлока. Придется ему придерживать какие-то скиллы для того, чтобы не дать украсть Голема, что может обернуться боком для него в фазе. Ну, как минимум, у него есть третья способность, которая как бы первой не кидается никогда за счет того, что она ченнелинг. Так что может быть, он все-таки прокачает ее заранее для того, чтобы все же как раз Рубику немножко подсолить. Мне сразу, знаешь, нравятся те игры, в которых в банах оказываются Гуляй и Луна. Просто так надоело на них смотреть катку за каткой, что у него вольное сердце радуется, поэтому интересно, какие здесь будут коры. Из таких вот популярных пока что, думаю, только Жиггернаут не оказался в бане и Свен. Знаешь, под Варлоков когда-то очень любили пикать огромный прокаст под большой УЕ. Но с другой стороны, под него смотрится и какой-нибудь сплэш-демаж очень неплохо. Ну или персонаж, который просто действительно наносит УЕ урон. Хотя кто-то, кто таковым может здесь, скажем так, заехать. С одной стороны, есть Свен, но его можно кайтить, хотя Микс и Рубик это не лучший персонаж, чтобы этим заниматься. Так что, может быть, он здесь все же появится. А я, на самом деле, думаю, что здесь хорошо зайдет какой-нибудь Магнус Смит. Как я давно не видел Баунти Хантера. Да, у тебя что не игра, то радость. То ЦМК, твоя любимая, то Баунти Хантер. Да, действительно, хорошие для тебя матчи выдали. Здесь их интересно, и больше мне нравится то, что обе команды нестандартно играют. Они действительно выбирают, идут не по наезженной дороге, не по тому пику, который берут все, а придумывают что-то действительно радикально свое. То есть, даже непонятно, как будет это сейчас здесь выгодно. Знаешь, мне действительно кажется, что сейчас появится какой-то более-менее самостоятельный корпус. Потому как Баунти Хантер, он хоть и Роумит, хоть и Новодит Экшн, но как-то сильно саппортить ему достаточно сложно. Ему все-таки надо какие-нибудь Аркантапки прикупить, Миказм тот же. Ну, то есть, уходить в достаточно полезные слоты для драки. Ну и Варлок тоже не лучший саппорт на линии. Он может, конечно, подхилить, но погонять оппонента ему будет достаточно проблематично. Ну, с Харлейном непонятно, что делается. Без мастер пока что. Ну, хороший, по крайней мере, выбор под оставшийся пик, скажем так. Это Мастан как минимум. И... Ну, секунду, не Мастан, он все-таки в одну цель станет. Но при этом он пробивает БКБ, что немаловажно. И усиливает Баунти Хантера в некотором смысле за счет того, что дает вижен для трака. Чего иногда не хватает этому персонажу. Так что пока что очень, скажем так, неплохо комбинируются персонажи друг с другом. Но опять же, пока что выпадает несколько Варлок из этого пика. Ну, все будет видно в конце. Я так думаю, что нам остается ожидать Майнкери, да? Ну, естественно. Баунти Хантер отправляется в четвертой позиции ромить. Варлок пятая позиция саппортит на линии. Возможно, носится бы телепорт и попробует кого-то спасти своим хилом. Ну и Бестмастер, естественно, отправится в Хардлейн. Возможно, его оттуда сместят в леса. Но Ембер отправится пофармить в миде. Единственное, что Джаггеру он особо что-то сделать не сможет. Опять же, у него есть Спелл Эмун. Причем этот Спелл Эмун еще и наносит достаточно серьезный магический урон. Поэтому щиточки там тоже не особо помогут. Ну, против Джаггернаута, думаю, что-то как-то придумается. Вот Никс Ассин здесь против Баунти Хантера будет страдать. По крайней мере, Никса будет постоянно виден. Пуч. О, еще и путь. Ну все, это просто счастливая игра. Вот за этим персонажем тоже можно будет понаблюдать. Блин, вот почему такое происходит крайне редко? Почему большинство команд как-то пикают вот этих агров, которые только первые пару минут полезны? Не пикают пуджей, Баунти Хантеров, те, кто постоянно наводит экшен. Ну, почему такое происходит крайне редко? Ну, это же круто и наблюдать, и это в игре может очень интересно сыграть. Возможно, они только нам надоели. Угры, луны, шедо-демоны и прочие вещи. И в итоге, я так думаю, остался мидер у команды Продота. Продота, я думаю, что все-таки путь отправится у нас саппортить. Мне кажется, что Джаггер в Мид отправится. Он реально отлично постоит с Эндерспиритом. И кого-то в Мейнкэрри отправится, скажем, гораздо проще. Действительно, вполне себе вариант. Но путь тоже как-то поможет Джаггернауту произвлекаться на миде. Действительно, тот персонаж, который это может себе позволить. Против Баунти Хантера, конечно, ему тоже плохо придется. Баунти Хантер будет бегать по карте и как-то палить передвижение пуджа. Это не особо приятно, но как-то с маками, думаю. Ну, знаешь, с какой-то точки зрения путь все-таки гораздо плотнее Баунти Хантера. Ну а внезапно Хантера-то не получится? Ну, а если он как-то из кустов хук закинет? А смоки, а еще что-то? Можно же что-то придумать. Ну и что же, остаются два Мейнкэрри для обоих коллективов. И кто же у нас может появиться? В принципе, тут на самом деле может кто угодно залететь. Ну смотри, это на лоджик они видят Джаггернауто все-таки на позиции Мейнкэрри, потому что последним баном полетел у нас аутур-девавр. Интересно, но сомневаюсь, что Джаггер все-таки уйдет. Ну, мне кажется, это опять же будет определяться из того, что возьмут на лоджик гейминг, потому что у них точно так же остался Керри на последней позиции. На самом деле, Хардлайн тоже выходит очень приятный для Джаггернауто, скажем так. То есть мешать ему особо мало кто будет, хотя Бесмастер со своими кабанчиками может очень и очень сильно испортить игру кому угодно. Ну да, если Бесмастер будет отлично спозиционировать свою птичку, то полить передвижение по Джоунс может. Ну и каких-то неожиданных... Ага! Керри Винга? Да, это Керри Винга. Это будет ранняя агрессия. Это будет два доминатора наверняка. Кто-то возьмет волка, кто-то возьмет... Ну, еще одного крипчиком, не знаю, с останчиком, с хапоригелом, может с кастами. И это реально будет пик, который пойдет давить. Венга 36% ауру, баф и урона. 30% волк. Еще, возможно, тут где-нибудь Джаггер. Хотя они вряд ли тут появятся в Ладморе, хотя он будет тоже очень крутым усилением. Но Ладжи Гейминг сейчас должен будут очень серьезно задуматься над своим пиком. Не знаю, мне нравится слово пика, они очень необычные, очень красиво выглядят. И у Продоты пока что нарисовался очень даже неплохой пик. Ну хотя... Ну да, в принципе, контроля хватает, дэмэджа хватает, но ранняя агрессия тоже есть присутствует. Тут Терраблейд в конце залетает, но он здесь из всех персонажей самый долго раскачивающийся. Из всех двух пиков. Вот как бы это ни стало ошибкой. Ну на самом деле, смотри, Баунти Хантер просто создан для того, чтобы делать спейс. Бистмастер тоже может очень сильно мешать Джаггер науто и как-то не давать ему вспоминать о Терраблейде. Пуже будет помогать на миде. А с другой стороны, а как встречать раннюю агрессию и ранний пуш? Просто как это делать? Баунти Хантер, вроде бы персонаж отлично задает экшен, постоянно как-то где-то пытается подцепить своего оппонента, мешает очень сильно. А с другой стороны, вот представь себе, собирается вся команда, идет просто давить. Баунти Хантер, кроме как накинуть пару траков и там откинуть тосик другой, ничего сделать не сможет. Но при этом мы учитываем, что Джаггер ставит, естественно, Хелен Вард, Венжи Фолл Спирит, естественно, бьет, пуш занимает какую-то отстраненную позицию для того, чтобы или спасать, или инициировать. Ну и Рубик, просто который дает спелл резист и часть урона, которая будет пытаться заливать у нас тот же Баунти Хантер, уйдет в молоком. Ну а есть ли смысл этим персонажам ходить все вместе? Все-таки это пуш, который прячется в кустах для того, чтобы делать внезапные фраги. Это Никс, который, как только получает шестой левел, начинает тоже бегать по карте, чтобы оказаться в самых неожиданных местах. Будут ли они собираться изначально в месте, чтобы пушить? Я думаю, что будут. Ну я же говорю, да закупят себе основные артефакты. Там, не знаю, Венжи Фолл Спирит возьмет, Доминатор, Пауэр Тридс, возможно, еще Драгон Лэнс, Джаггернаут, опять же, Фейзы, Доминатор и еще один слот, скорее всего, Яши или Монто Стайл даже дождутся. И потом они уже готовы пушить. Пусть к тому времени, я думаю, что уже будет с Транквилл Тапками, там, не знаю, Урной какой-нибудь, Никс с Арканой себе вывезет, ну и Рубик там будет тоже, скорее всего, с Аркан Тапками. То есть все будет, это будут недорогие слоты, и при этом этого будет достаточно для того, чтобы идти и давить. Ну, действительно, возможно, это разумеется именно так, но мы опять же посмотрим, как решат наши игроки, и давай представлять команды. Что можно сказать про Доту? Гадар у нас будет играть на Венгерфил Спирити, Инсения на Рубике, Миккей будет мидером на Джаггернауте, Камбезми будет необычным саппортом на Пудже, и Чеширский Кот будет хардлайнером на Микс Ассини. Да, и тем временем у Ноу Лоджик Гейминг. Милан будет играть на Баунти Хантере, Фокус Бэк у нас на Террор Блейде, Ника играет на Бистмастере, Джифо играет у нас на Варлоке, и на Эмберспирит у нас будет отыгрывать Кейсер. Бистмастер закупает себе сразу Ренталон, понимает, что его пульш, все-таки Рубик на первых уровнях будут очень серьезно напрягать, он уйдет в лес на первых парах, но в остальном все, в принципе, более-менее стандартно. Хотя бы Ха с тапочком. А он побежал, возможно, он... Хотя вот не знаю, что он собирается делать, у него особо затары нет, возможно, он бежит ловить Куру на Мите, хотя видишь, что он палит чужие смоки, сразу же по нему дается до сты, отдогнать так он может. Пуш ничего не вкачал, и Хуком уже не дотянется слишком большой рейндж. Баунти Хантер с тапком, предусмотрительно очень с тапком, и теперь может убежать, понимаешь? Этот тапок его только что спас. Ну и он спалил смоки, в которых практически в любом случае должен был кто-то умирать. Но опять же, тут интересный момент получился. Баунти Хантер... Ой, сейчас его подловят. В центре вар отлично стоит, подловили на стан, и ставится пауза. Тактическая пауза, да. А знаешь, что-то очень интересно получилось, Terrorblade попросил паузу чуть пораньше, Focus Back очень как-то заранее предвидел, видимо, эту ситуацию. Да, пока что-то может в Баунти Хантера обдумать, что с ним происходит, осмыслить какие-то свои поступки в жизни, потому что мне действительно интересно, для чего он шел сюда изначально. Ну, возможно, забрать руну, плюс спалил смоки, опять же, это дорогого стоит. Погулять, да. Если бы... Ну, вот представь, что вот этот репла просто кого-нибудь найдет. Бестмастера, того же Имбер Спирита. А почему бы он не самому не поставится? Решил в Анти Хантер и пошел. Ну, тут на самом деле так Вижен стоит, интересно. Да. Вот, нельзя нарисовать. Если в Анти Хантер сейчас пойдет чуть-чуть влево, его не увидят. Чуть-чуть вправо и вниз, его не увидят. Но если он побежит вверх, он 100% труп. Там его встретится. У него есть время подумать, где сейчас находится Сентривард, и положить. Время уже закончилось. И куда же побежит Баунти Хантер, и он побежал на Рубик. Нет, это... До свидания. И он побежал вправо, чуть-чуть вниз, и нет, даже от его. Потому что еще и тут достойно откатились. Без шансов. Даже если вы... На самом деле, если достойно откатились, то у него был бы какой-то миниальный шанс там развернуться неожиданно и выйти из-под рота. Потому что слишком мало хп у него оставалось. Это было в любом случае без шансов. Да, и всех возможных сторон выбрал именно не ту, которая стоила бы. Сначала побежал вверх, понял, что ошибся, потом побежал вправо, опять ошибся. Да. Ну, сложно было предугадать, что Сентривард стоит именно так. На самом деле, я не ожидал, я думал вообще, что этот вард блочит кэмп, но нет, он стоит даже чуть-чуть левее. Поэтому действительно ждать такого было сложно. Тем не менее, достаточно много голды потеряли здесь на достах силы света. Оба раза их потеряли, это 108 голды, на самом деле, ощутимо для саппорта на такой вот стадии игры. А у нас, на секундочку, Баунти Хантер оказывается хардлейн. Угу. Это не ромерщи БХ. А ну, знаешь, судя по тому, что он творит, на самом деле, он даже полезнее себя, чем ромер ощущает, хотя ему стоит не отдаваться, но все-таки достырь все-таки. Кончились у команды Продота и... Ставятся в Сентре. Да, ставятся в Сентре. Поэтому Баунти Хантер тут опять отъезжает. Уже второй раз подфидонил немножко, но с другой стороны, тут очень грамотно сыграли саппорты команды Продота. У них действительно оказывалось огромное количество дата-экшена и Баунти Хантер платится за свою наглость. Да, но, видимо, чекал. Нет достав, нет. И пошел. А там уже поздно было отступать, потому что пуш слишком сильно замедлялся и второй способностью. Ну, и в итоге Винга Фармит Спаси создается как-то приятнее все-таки. Героя нужно какое-то время, и теперь Баунти Хантер тихо получает о себе Эксполисах. Ну, ему, как лица, только как справился. Спрятался в деревьях и... все тут. Единственное, что... Смой, что богу, там, да. Да, наверное, именно этим он там и занимается. Если сейчас сюда подойдет пудж с достами и найдут его просто в лесу, не в инвизе, то... Мою, чтобы он Тихантер отъехал бы. Ну, что-то как-то... Пуджик пока что у нас подфармливает лесочки, подкрепливает. Понял, что там в СН3 вспомнил, что он там есть, и поэтому походить близко к Пуджуни не стал. А... К слову, Бестмастер-то у нас, получается, на четвертой позиции подфармливает леса, пока есть возможность в Сайрон Талону. Ну, я думаю, что на четверочке тут все-таки Баунти Хантера окажется. В конце концов, он кучу золота будет зарабатывать с траком, да и, в принципе... Ну, вот, собственно, на Бестмастер, который сместился в леса. Просто потому, что, ну, действительно, его бы тут гоняли еще серьезнее, чем Баунти Хантера. У него хоть какой-то, хоть какая-то возможность уйти, если там, гипотетически, не окажется Вижена, если он... За счет того, что у него есть тапочек, ну, и, в принципе, некая толика удача. Бестмастер, если замедлит, худжек, то все, еще пропало. Ну, пока что можно сказать, то, что Жгернан гораздо приятнее себя чувствует на миде, нежели Эмберспирита по крипам, по крайней мере, он обгоняет своего оппонента. Ну, и, видишь, значит, тоже дает нарезает, когда ей свободно минутка. Естественно. Эмберспириту практически нереально агрессировать в Джаггера за счет его Блэйд Фьюри. Это как-то сводит все противостояние в миде. Опаньки, а тут Пучик нашел все-таки возможность подхукать. Ну, и Пуч уже присутствует при третьем фраге это великолепное. Великолепное начало. Да, это максимальная реализация от Пуджа. Видимо, он уже начал прятаться по кустам и делать фраги, хотя он бегает сейчас на хосте, видимо, удачную руну подобрал и решил между делом забежать, забрать Эмберспирит. Да, забавно получилось. Да, вот такие бодрые начали фрадоты и главное теперь он должен забраться и не отдать вторую карту. Ну, знаешь, что в такой ситуации уже достаточно сложно будет. Во-первых, нужна куча времени для того, чтобы разогнаться от Террор Блэйда. Ну и вот это вот подфит в начале это не есть хорошо. Пуджо нашли, кстати. Ты же помнил. Ну, вот видишь, теперь уже не он на коне. Мы изначально говорили о том, что пик у сил света более агрессивный, а силу тьмы они потеряли свою агрессивность, когда поставили стоять в кардлайне Баунти Хантера. Да, он там больше опыта получает, больше какого-то не знаю, импакта вносит теоретически, но какая-то агрессия изначально, которая могла быть, она потерялась. А в принципе, как агрессировать против Джиггерма? А вот видишь, его опять забирают, опять даст и прожимаются по Баунти Хантеру и все, хух, и забирают. Ну, не знаю, у тебя отсюда нереально. Понимаешь, тут вот с агрессией все достаточно сложно. Как только появился Джиггерма в пике, Баунти Хантер уже не может выйти в мид, как-то попробовать поднюкать, потому что, ну, не получит поддержки. Нембер спирит, там, даже если прожмет все свои способности, Джаггер просто закрутится и уйдет, отхилится, хилем вардом и все. Ну, да, по факту, получается, контроля у ноложек нету, не считая ультимейта Бестмастера и ультимейта от Варблока. Неприятная ситуация. Вот именно. Хотя у нас опять подловили Бестмастера, ну и, по-моему, он здесь должен приезжать. Не опять из того первый раз. Не судите строго. Ну ладно, ты его, кстати, заманчил, он тут все-таки хук от Пуджа и ушел. Да, не знаю, сколько. Будет попытка от Баунти Хантера забрать Рубена должен пытаться убежать. Но опять же, тут вот есть свинчик, который подзамедляет из Тосик и теперь уже возможно отнять Баунти Хантера. Здесь досты и действительно фраг остается опять Пуджу. У человека но у нас в начале шестая минута семь фрагов. Отлично. Баунти Хантер не может хвастаться такой активностью своего коллектива. А вот Пудж задает там по-игры. Ну, по крайней мере, я дали без мастера. Знаешь, это часто бывает, если не находит правильной реализации Баунти Хантера, то это просто становится игра 4 в 5, потому что он становится просто тем персонажем, которому стоит держаться подальше. Ну, хотя тут цепляют, видишь, мастер, да, хукни его, рот, подбежал как-то Баунти Хантер, но он даже, если бы подошел вовремя, сделал бы ничего, не смог. Нашел ват, съел его, не пожирел баунти Хантера, поставил свой на это место. Вот, и сейчас баунти Хантера, тут по игре в принципе не помогут. Да, что ему поможет. Вот именно то, что когда они находят правильной реализации в игре Баунти Хантера, он становится просто куском героя, который вешает время тренинг реки, и все. Но с другой стороны, как только он получит 6 уровень, и бестмастер также похвастается этим достижением, можно будет что-то отлично реализовывался, бендер прилетел подловил двоих, и по сути это мне нужно. Да, вот так вот отошел в сторонку, просто прогулялся и написал два фрага, и теперь вернулся с более чистой совестью обратно на свой мид, где его уже однажды забрали, как мы помним. Вот. Денег у нас после этого не заработал, ему все-таки достались ассисты, да, большая часть голды досталась отстающему баунти Хантеру, но все равно 600 голды выиграли на этих двух фрагах, и как-то размялись как-то на ложек и начали играть именно в серьезный дот. Ну, знаешь, тут до баунти Хантера остается полуровня до шестого, и там пойдут уже и траки. С Эмберспиритом и с Бестмастером можно будет реализовывать каким-то образом это все дело и зарабатывать кучу золота, выигрывать спейс для Террор Блэйда и потом уже из этого как-то выезжать в мидгейм, да и в лейтгейм, где они, возможно, даже посредине не смотрятся. Но биста уже шестого левела и видишь, уже тресся здесь как-то на хардлайне, хочется кого-то подцепить уже. Тут два тонких героя, это Рубик и Винга. Пудж отошел. У нас тем временем атака в Террор Блэйда, отличная прокаста, и Террор Блэйд здесь отъезжает. Не успевает, ничего страшного. Максимум, пакт от Пуджа. Мне очень нравится здесь его игра, именно из тех, которые не сидят на месте и делают то, что должны делать на своей позиции. Да, и за такой игрой приятно наблюдать. Как бы не старались оппоненты, но Пуджа задает отличный тамп этой игре. Ну, вовсю уже тут балуется птичка у нас бейсмастер, ждет все, что кто-нибудь подставится, но в итоге Баунти Хантер расходит, остается бейсмастер 1, но, по крайней мере, он уже, видишь, настакал несколько кабанчиков и будет мешать оппонентам и ахихих крипов. Да, но тем временем он за Джаггернова будет дотаривать себя к вилку. Скорее всего, после этого он уже и пойдет скорее в доминатор. Венжи Фулл Спирит себе уже, судя по всему, несет этот интересный артефакт и нужно будет ей найти хорошего крипчика для того, чтобы на лайне себя чувствовать попроще, но по-хорошему на перспективу надо будет волка подыскивать в лесу. Но смотри, как сильно обгоняет по крипам сейчас Джаггернаут Эмберспирита, то есть это он больше фармит, чем дирес, действительно, мы ни разу не видели, чтобы он вылазил со своего мидлайна и единственный ассист, который у него есть, это написан с помощью Пуджа, который выброс к нему, официальный, этого могло и не быть. Сложно точно что-то сказать, появились у нас треки у Баунти Хантера, вот на Пуджа они висят, но... А внизу то без мастера разобрали. А он откидывается у этим еще и выживает, прилетает Эмберспирит, а сейчас ты его там в Мишке, но все улетели на телепортах, а нет. Рубик остался здесь, полсмерти, а там очень резво бежал, тут-то конечно урса, я боялся, что он прожмется на нем, его заклинания на это вышли и заберут все-таки без мастера, но без мастера бегал резвее. Но очень критичный момент такой был. Практически удалось с Джаггерсом временем снес Тавра в Мидии и будет действительно игнорировать все-таки доминатор и пойдет сразу в Монта Стайл. Баланти Хантер тут пытался подрезать Куру, это несколько не получилось, нашел Рубик, у него нет. Да и сейчас у него и тут вся команда вот про прожимается смолкой, но он сочинен в нем не оказался и по идее они поняли, что они где-то рядом. Да нет, как-то не особо то я не помню. Ну да ладно, может просто проигнорировали, вот он волк для Венжи Фурс Перет и сейчас пойдут искать себе приключений. Нашли террора, есть телекомес, у меня слэш, еще станчик, террор Блэйд. Да, вот что что, а у Продоты с контролем проблемы нет. Да, попробовал уйти на другой лейн для того, чтобы уйти от этого злополучного Никса и Пуджа, но они его и здесь достали. И что-то идет неявно не так для террора Блэйда в этой игре. Ну, графики пока что не сильно показывают какую-то разницу, видим, что они скачут туда-сюда, хотя на самом деле, на мой взгляд, у Продоты гораздо больше преимущества, потому что, хотя нет, уже видимо отстают немножечко совсем, бок о бок идут второе, третье, четвертое место по Натворсам, но в топе находится пока что все равно Герина Джигернала. Как-то вроде это... Это сложно говорить о преимуществе, как бы персонажи и у одной команды, и у другой достаточно активные. Джигернала как-то подзакулял на самом деле. Ну, тельки нас подцепили у нас Бестмастер, влетает у нас Эмберспирит, привязал двоих, падает голем и также Open, не Open Mouns, а Fatal Bounce и гонят у нас тут команда про Дотпо Тауэр и есть у нас 40 на Джигернала, то Джигернала переживает это дело еще и свап здесь и успели проюзать и по-моему проблемам у Баунти Хантера его здесь добивают, добивают тот же Эмберспирита и теперь уже на лоджиге не отступает, подцепили Бестмастера, Бестмастера уже явно не отпустят Телекинез и нет, все-таки отпускают, хотя если Хуком Путч попадет и он попадает, Хуком закрутит Путчигернала и именно на фраг достается именно ему. Минус 3 по итогу написали. вроде как неловко толпились, не знали куда деваться, но Путч уверенно попал Хуком и забрал эти сам третьего персонажа. Ну да, вот и начинается Путч, о котором ты говорил и остановите Телекинез Мастера Доминатора купил. Я что-то посреди драки видел Солуха и не мог понять сколько уже этот артефакт. Ты хотел была Доминатора, а не получились, но в разных командах. Ну, бывает. Ну, можно будет пытаться передоминировать Крепчика. Ну, к слову, уже два Тавра почти реально у нас Сила Тьмы и это достаточно неприятно, будут зажиматься все больше и больше. Команда на Ложик. Лиса у них тоже потихоньку отбирается, Террор Грейда будет негде фармить и отставание по фарму может не его обернуться фатально. Но он уже собрал почти, кстати, Оверн Клап. Это последняя часть для Драгон Лэнса. Ну, хоть что-то хорошее пока что есть в этой ситуации. В очередной раз Никс уходит Ринда и отводит пытаться подцепить ее на Семберспирит, а он уже доставил из Сентрианки. Да, что его по сути и спасло. Да, нужно время и нужно вместе. Опять бегает Баунти Хантер. К слову, у него 6-й левел есть, у него есть треки, он будет, я думаю, активно развешивать, а вдруг окажется в безопасном положении. То есть, в окружении трех героев, как сейчас. Ну, с другой стороны, а с кем фраг писать? А он Никс, смотри, ты же так же забрался в стан врагов уже. Из-за его идёт, кстати, удачно очень инвизум стан. Да, но тем не менее, его вернули на Сентри Вард и он здесь все-таки отъедет. Берспирит врывается, будет добивать Рубика во прошлом по Пуджи Вард и Вард, и он неслож визуется у нас в него и до свидания Берспирит в таверну. Проказ-то у нас летят в Террор Блэйда, Террор Блэйд потерял огромное количество ХП, ну, сейчас, если Джаггер подставится под него, есть Сандер и нет, все-таки не хватается на Сандер. Слишком тонкий, двух жизней ему не хватило считать. И еще и видишь, вороку на развороте запанули, опять хороший хулк от Пуджа и ртом будет его до забирать или ротом я не знаю, как это учитывается. Даже не знаю, как это правильно говорить. Ну, вот опять же, ворок, ему не с кем сейчас играть, вот серьезно, я не знаю, зачем он здесь был взят, может, планировались другие персонажи, но, действительно, потом планирует большая доминация, хотя, действительно, я не могу понять, как сочетается доминация и Баунти Хартер, Баунти Хартер Хартер, ну, конечно, временем дракам, только пусть до сутки отъедет, также у нас использован рор на Джаггера, Джаггера отсюда уже тоже не отпустят. Это два трек-фрага, так что сейчас нужно кучу золотом работать. Джаггернаута, 450 голды сняли, почти 2000, кстати говоря, так, на секунду, неудачно так вот, перебаковали, скажем так. Вот за счет этого и может выезжать этот коллектив, поэтому еще слишком рано списывать их со счетов. С другой стороны, опять же, вернемся к этому злополучному Варлоку, большой откат на ультимейте и способности, которые как-то не особо сочетаются со способностями вашего коллектива. Может, все-таки стоило другого саппорта взять? Ну, это же, нет, сослагательное наклонение, все дела. У нас Варлок, будем принимать как данность. Ну, понимаешь, на самом деле заходит-то, в принципе, неплохо, потому что здесь есть эмбер-спирит, который будет связывать с пизажей, но он улетает на ультимейте. Будет связывать эмбер нескольких персонажей, им на голову будет сыпаться големы. Это будет достаточно неприятно, с учетом того, что все-таки герои не толстые у прудоты, это тоненький Рубик, это тоже не слишком толстая венга, и Никс тем же самым похвастаться не может. И, в принципе, при какой-то хорошей позиционке в замесе это может себя оправдать. Но, опять же, мне кажется, это было с расчетом на то, что будет доминация в начальной стадии игры. А вот доминация не задавалась. Слишком уж много здесь отдавался Баунти Хантер, слишком зажатый не чувствует. По пику в начале доминацию тут было крайне сложно захватить, да я даже не знаю, что нужно было случиться. Действительно, БХ и Бестмастер в принципе не могли особо помешать тому же Пуджу и Рубик Роми. А теперь Варуок должен умирать. Даже слишком быстро. Ищи фраг не расставался за счет того, что она в Руссо клапнула. Зубавное ушло. Хорошая игра от Руссы. От Винги? Пусть очередной хук попадает у нас в террор, террор приговорен к смерти. Нигде нету покоя команде на лужек. Они нигде не в наших лесах. Как говаривал у нас Nature Profit. Потому что агрессивные варды стоят в свет видишь террор вейда было видно и кажется сейчас еще и Бестмастер поставится вот видит его Никс дает винг это дает стан свапается с вингой вингой решил удалить его самолично но последний удар был нанесен путем ну вот так они играют тут знаешь честно говоря сам по себе Никс Асайс он уже все выдал поэтому дополнительного демоджа он как-то по Бестмастеру внести не мог поэтому Венжи Фулспирит я думаю для этого и свапнула чтобы продолжить как бы стан а видимо было опять стоял на центре опять его было видно и только хук пуджаков разбудил его вернул в реальность знаешь честно говоря еще имбир спирит уже должен был спалить что там стоят варды потому как слог граунда путь хук выдал по нему ну возможно не подозревал что там именно сентра стоит может быть но теперь уже туда попинговали я думаю что ты вардин да и наш райне тоже герою блэйд должен был понимать что там стоит варты и с этим надо что-то делать приятно дабл демон вернулся джаггернауда это хороший поспорить для того чтобы забрать рошана в итоге аегис достанется ему он себе суд освободил и к слову у него в планах глиндагер будет крайне агрессивным опять поймали баунти хантера баунти хантеров естественно дожгут съела его путь тем временем пытаются снаэривать по гендж фулспирит но какая же она плотная добивает серверблейда и честно говоря продолжает ничем дать тем временем минус 3 в исполнении от прудота добивает эмбраспирита и варлок отсюда также не отпустят это по сути уже будет тимвайп да минус 5 от прудоты да я все таки верю что водогоник хочется он как загрит рифов видимо хотел отдаться но не думаю что рифов бы его пробили так же сильно как джиггернаут с дабл дэмэджем и в итоге это ультра килл от джиггернаут но все мы понимаем глубоко в душе что это был его рэмпидж да ну увы опять же рэмпиджа нету да нет я сейчас все таки доел баунти хантера часто наблюдаю такое когда именно 4 героя забрано за последним бегут вдвоем то есть у рэмпиджа должен был уже нарисовываться героя но нет последний враг достается не тому герою у которого уже есть трик ну опять баунти хантер непригаянно бегает развешивает пейки треки но что с этим делать сейчас непонятно потому что драку заново начинать нет смысла уже есть и егис у джиггернаута и нападать как-то опасно ну такое тоже иногда бывает бестмастер тут прилетает на топ у него есть уже первые некорачи честно говоря не знаю уже как они тут сильно наверное не помогут хотя попытаться палить ворды там не знаю у них сосать на какого-нибудь опять же уже хорошенько доминирует здесь про дота цепляют пуджа кстати из даггера цепляет у нас эмбер спирита эмбер спирита сюда будет пытаться улететь на ультимете у него пока что это выходит на его свапают и добивают баунти хантер отсюда также не идет рубик кстати на секундочку на секундочку траке хотя бы один трактил сколько желтая заработали на самом деле мне кажется эту игру для продавца сделал на 80 процентов активный пуш просто собираем очередной раз он поймал флуком варлока из-под собственной базы с другой стороны тут и рубика есть скажем так участие он все-таки умудрился закинуть на него трек заранее да он украл полезный спел и будет этим полезным полом а пользуется гораздо разумнее чем пользоваться баунти хатер чуть ли не по т4 забивают ну а чего тут бояться у вас доминация у вас путь который уже получил огромный уровень 13 левел 19 что 19 минута 19 господи потеря стороны на 20 минуте ты понимаешь это 20 но они боятся здесь как-то дефотер вообще в другой стране как-то пытался разменяться но в итоге пуш полетел и мне кажется здесь другой погиб еще съесть сейчас все еще держит время и вот использовал хут рот и минус он разумно отыграл сейчас не дал ему слабиться хп до последнего ждал да и к тому же он достаточно много хп сам потерял бонти хатер дженаду выдал у нас в карабасе за что поплатился жизнью по тракам убегать пытался тут у нас не чесаси но все же умирает да забрали двух героев но тем временем венжи фуспирит и джаггер все-таки пойдут заканчивать пуш все пытается как-то отомстить идет прямо в лоб эмберспирит а эмберспирит пытается уйдить драку боится все-таки немного и отступает в итоге на базу да и две потерянные стороны гг сдаются действительно против террорблейда потерять две стороны это фатально на 20 минуте то чем мы и говорили в самом начале ранние агрессии за счет джаггернаута и венжи фуспирит еще великолепно отыгравщиком в изми это просто шедеврально как же этот пуш все-таки сделал карту для своего коллектива это что-то невероятное вот почаще бы видеть такую ситуацию он достойно отдельных аплодисментов и в итоге второе очко достается тоже команде про дота достойно выиграв две карты они по сути выигрывают себе три очка если мы вспомним то в прошлом противостоянии по-моему тоже три очка заработали и сейчас уверенно стремятся к выходу в следующий раунд с чем мы их собственно и поздравляем подписывайтесь на социальные сети которые будут сброшены в комментарии сейчас мы будем рады видеть вас на будущих трансляциях и до скорых встреч до скорых встреч